В продолжении этого мы изучаем, что каббалисты просили забыть то, что они изучали. А где эта часть, где нужно просить забыть, и там, где наоборот мы должны заучить? Нет, здесь говорится о забвении, это говорится о определениях, о словах. Без этого ты не знаешь, не понимаешь и не чувствуешь, о чём идёт речь. А забвение, оно относится ко всему, что отпечатано в моём мозгу и также в сердце. Сердце понимающее, да? Эти вещи я хочу забыть и начать заново. Почему заново? Моё желание, когда я ничего не знаю, ничего не понимаю, но это желание, чтобы оно было открыто, для восприятия, это самое важное. И тогда я могу надеяться, что сейчас мне раскроется нечто новое. И не важно мне, сколько я знаю и не знаю. Я учился 50 лет, ну и что есть у меня из этого? Допустим, я учусь 50 лет, да? Ну и что? Если бы я забыл, это в чём-то бы меня опустило из моей связи с Творцом? Нет, потому что это не зависит от того, насколько наполнен разум. Это зависит от исправления сердца, насколько мои желания, они уже готовы для объединения, отдачи между нами, между нами и Творцом. Так, Рамф, как, например, понять то, что написано про Балюс Шемтова, который хотел забыть всё, что знал? Да. Что мы от этого изучаем? Из этого мы учим, что человек, который продвигается, у него есть такие подъёмы и падения, что он теряет всё и начинает заново. Он постигает быстро то, что исчезло у него, но оно исчезло. Да, но почему он должен был забыть? Для чего это? Чтобы понять новое, как каждая ступень, как каждая порцов строит себя благодаря тому, что исчезает всё и строит заново, и это уже происходит на новом уровне, на новой ступени. Это... Я прошу прощения, что я говорю тебе, ты профессор и большой учёный, но это не как в науке. Это не как в науке. Восприятие должно начинаться... должно быть новым. Я спрашиваю, если так, почему он забыл даже понятие определения. Нет, тут написано определение, нужно знать наизусть, но почему даже это он должен был забыть? Это большие ступени. Это большие ступени. Я не могу объяснить тебе, но это произойдёт. И у нас-то произойдёт в некой степени. И не пугайтесь этого, что вдруг я смотрю на текст, я не понимаю, о чём идёт речь, я не понимаю слов, языка. Ну и что? Всё высшее управление. Ты отдаёшь себя высшей силе, и она заново быстро тебя устраивает. Всё. И, может быть, за несколько минут ты возвращаешься к состоянию, когда ты чувствуешь и понимаешь на высшей ступени, на верхней ступени. Главное — быть в преданности, быть преданным этому.